ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! С вами инспектор гаджет и внутренний голос! Всем привет! Ну, голос, с чего начнём? Эээ... Правильно! С СТГ! Самым тупым гаджетом на этой неделе признаётся барабанная дробь... USB флэш очки всего на 2 гигабайта Но и это еще не все Второе предназначение девайса Книжная закладка Так что если кто-то подумал, что второе предназначение Флэш USB очков, собственно, очки Он ошибся Ну, сколько поставим по шкале тупости? 4 Маловато, 5 Голос, а есть у тебя Еще что-нибудь, чем нас удивить? Есть чем? Что это? Клавиатуры Optimus Легендарная клавиатура студии Артемия Лебедева Точнее сказать, к нам попало даже 2 таких клавки Большая, тот самый знаменитый Optimus И ее младший брат Или сестра, как там правильнее клавиатуру называть Optimus Mini И обе настоящие гаджеты с большой буквы Главная фишка этого остроумного изделия Экраны на клавишах Об этом все слышали, но рассказы и фотографии Не передают всей прикольности Это надо видеть Так что смотрите В каждой кнопке скрыт миниатюрный OLED-дисплей Сами клавиши сделаны из прозрачного пластика Довольно прочного и твердого Способного сопротивляться царапинам Что доказала неделя насилия над обоими Optimus Подключаем агрегат к компьютеру Хотя нет, сначала подключаем его к сети У клавиатуры есть свой отдельный блок питания Еще бы, попробуй прокормить 100 с лишним экранчиков от обычного USB После включения на клавишах появляется изображение букв Первое, что замечаешь, цветные пиктограммы Например, значок Windows раскрашен в традиционный колер Функциональные клавиши обвинены разноцветными рамочками и так далее Переключая язык, видим, что сразу же меняется и расклад клавиатуры Нажимая Shift, видим прописные буквы Отключение NumLock приводит к появлению на клавишах цифровой панели справа Стрелочек и прочих нецифровых символов Вводящихся без NumLock Красота! Слева расположен блочок клавиш, на которые можно назначить запуск часто используемых программ Но и это еще не все Полностью раскрыть потенциал Optimus Можно с помощью настроечной утилиты Optimus Configurator Специальная программка позволяет вытворять с клавиатурой более чем забавные штуки Ну а про мелочи вроде собственных раскладок Хоть с японскими иероглифами, хоть с ивритским алфавитом Можно и вообще не говорить На клавиатуру можно положить обои Картинку, которая будет выводиться на экранах клавиш, как фон Картинка, конечно, рассыплется на клеточки Поскольку расстояние между экранами довольно большое Но симпатично Есть возможность вывести на клавишах собственные значки пиктограммы Например, с командами запущенной игры Или, что интереснее, миниатюры с видео Есть и более полезное применение Мы, например, в итоге на пробел вывели надпись GamesTV А потом заменили его на часики На корпусе клавиатуры размещены разъемы для питания и порт USB А также гнездо для карт памяти В комплект входит 512-мегабайтная карточка На ней записаны раскладки и конфигуратор Цена клавиатуры, конечно, космическая 44 тысячи рублей Но она сделана для тех, кто ценит эффективный дизайн Профессионалы Люди, много работающие со специальными приложениями Для них это не роскошь А уникальный продукт Стоимость которого соответствует качеству Впрочем, для тех, кто хочет оригинальное устройство за умеренную цену Придумана штучка попроще Optimus Mini 3 Отличается ценой Примерно в 10 раз дешевле И количеством клавиш Их всего 3 К тому же не требует отдельного блока питания Симпатичный такой подарок на какой-нибудь праздник А правда, что нам про эту клавиатуру запретили говорить плохо? Да, правда Классная вещь Слушай, пора переходить к следующему девайсу Oregon Scientific ATC 3K Экшн-камера Эта штука, смахивающая больше на фонарик, чем на видеокамеру Позволяет вести съемку в экстремальных условиях Она разработана в расчете на всяческих драйверов, дайверов, байкеров, рафтеров, серферов, роллеров, вейкбордеров, любителей паркура, парапланиризма, активного туризма, охоты, рыбалки и так далее Главное достоинство – защищенность Аппарат выдерживает даже погружение в воду на глубину до 3 метров Не говоря уж о банальных брызгах или падениях в снег Корпус камеры переносит удары, вибрацию, сжатие и другие нагрузки Разъемы и отсеки защищены резиновыми уплотнителями ЖК-экран окружен толстым прозрачным пластиком Объектив – плотной резиновой окантовкой В комплект входит целый набор креплений Для руля велосипеда, защитного шлема, на руку, на ногу или еще куда Камера весит всего около 120 грамм Для управления используются три защищенные резиновыми кожухами кнопки Включение, настройка и старт-стоп записи Разрешение видео составляет 640 на 480 при 30 кадрах в секунду Собственной памяти всего 32 мегабайта Но есть слот для флешек SD Гаджет может работать в режиме веб-камеры Питается от пары пальчиковых батареек 2А Среднее время работы около 16-18 часов На практике это примерно неделя На момент обзора эта игрушка стоила 6500 рублей Учитывая надежность, фит-частость и вообще уникальность аксессуара Цена представляется вполне разумной Собственно, другого способа записать впечатление, если вы кельнулись на каяки Наверное, и нет Голос! И ты чё, серьёзно думаешь, что эта камера водонепроницаемая и противоударная? Конечно! Вот это чушь, а! Я не верю! Это так же глупо, как верить в отечественный автопром! Или в то, что... Так! Кто свет вырубил? Голос! Чё происходит вообще? Эй! Где я? Ты в Клоаке! Где? Не важно Кто ты? Я директор Клоаки! Голос ты, что ли? Ну-ка, быстро развязай меня! С ума сошёл, меня будет искать! Да кому ты нужен? Я нужен зрителю! Тому самому неудачнику? Да, ему одному, но всё-таки нужен! Ну, отпусти меня сейчас же! Что? Что тебе нужно? Ну, хочешь? Хочешь долю моего фотокатакольного завода? Ну? Хочешь? Нет? Что? Что тебе нужно? Отпусти меня! Развяжи! Так ты по-прежнему не веришь, что эта камера противоударная? Конечно, не верю! Какой идиот будет в это верить? Лучше верить в инопланетянники, у которых есть, не знаю, руки, ноги, зелёные глаза! Заткнись! Значит, не веришь, что эта камера противоударная? Нет, не верю! Я в обрежье в это не верю! По-прежнему не веришь! Я зашёл! Так ты до сих пор не веришь, что она противоударная? Угу. Но! Ну? А сейчас? Как-то начинаю верить! А может быть, ты не веришь, что она водонепроницаемая? Это, по-твоему, удар? Отвечай! Да это из Кемеровской области! Чего? Из области фантастики! А вот мы сейчас и проверим! Что это случилось? Сейчас мы проверим! Иди сюда! Иди! Я что, по-твоему, долбанный жак и в кусту, что ли? Да! Не веришь? Рыбки! Ну а пока гаджет пускает пузыри и сомневается, мы переходим к следующему обзору. Чёрная коробочка, которая находится у меня в руках, называется WDTV. Это Black Box, который является медиаплеером. Он позволяет воспроизводить музыку, фильмы и фотографии. Конструкторы не стали втискивать в него жёсткий диск. WDTV сделано иначе. Данные считываются с жёсткого диска, подключённого по USB. Этап первый. Включаем WDTV в сеть питания. Этап второй. Подключаем телевизор или плазменную панель к WDTV. Этап третий. Подключаем к WDTV жёсткий диск. Розовенький. Эх, гаджет, гаджет. Жаль, ты его не видишь. Этап четвёртый. Наслаждаемся. Самое интересное, что можно подключить не один диск, а два. В меню аппарата оба диска будут выглядеть как единое хранилище с возможностью сортировки по типам файлов, именам, датам и так далее. Плеер обеспечивает вывод картинки в разрешении Full HD 1080p. Оборудован интерфейсами HDMI и обычным тюльпаном, а также понимает большинство распространённых форматов. Меню, как вы видите, красивое. Самое главное, оно удобное. Чем-то даже напоминает соньковское. Ну, а для управления используется пульт. Коллекцию мультимедиа можно просматривать как просто списком или таблицей, так и миниатюрами. Файлы можно искать по имени, дате, а также есть список истории обращений к файлам и так далее. А, ещё важный момент. Оно умеет работать с субтитрами. В общем, интересная штука и недорогая. За неё просят что-то около 150 долларов. Плюс внешний жёсткий диск на 500 гигов долларов за 200. Итого 350 баксов. Раза в полтора дешевле, чем иные медиаплееры со встроенными накопителями. Ну всё, музыку наслушались. Давайте смотреть кино. О, привет. Здрасте, ты кто? Кто я? Я фига искусительница. О, ты тебя здрасте кино посмотрел. А хочешь, я дам тебе один. Чего? Два. Чего два? Три. Три-то чего? Четыре. Да ёлки-палки. Пять пальцев. Ну на, давай. Забери руку. Да есть у меня руки. Иди отсюда. О, так. Так, мой любимый момент, между прочим. Шам. Эй, слушай, а ты уверен, что ты не хочешь, а? Не хочу тебя точно, Аняка. Вот её хочу. Одну. А? Две. Вот её две, да. А, две. Ты хочешь две? Ага. Я фига искусительница. Давай отсюда, всё уже, давай. И загораживаешь. О. Эй, мужик, слышишь, ты это, да биберё меня довезёшь, а? Какое биберё, успокойся, я кино смотрю. Эй, ты не тут, ты, слышишь? Да биберё меня довези. Иди отсюда, всё. Аняка, ты в кепке. Короче, я тебя сейчас просто переключу, понятно? Мани, мани, мани. Да их уже четверо, откуда их столько-то? И что, на свет лезут, что ли? Свет вырубайте. О. Хочешь убрать фигу искусительницу? Очень, пожалуйста. Афиг тебе. Пульт у меня. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Не, ну надо, а посмотрел, блин, телек. Есть подозрение, что фига искусительница всё же обманула нашего героя. Друзья, это был тридцатый юбилейный выпуск программы. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok